Мне тут нужно посмотреть, будет кое-какие цифры в телефоне. Здравствуйте, уважаемые коллеги. И любопытно, предыдущий спикер закончил на смыслах ценностях. И это та ситуация, с которой я столкнулась, когда в декабре 2019 года в рамках нашей компании Language Просвещение, соответственно, из слова просвещение понятно, что мы входим в группу компании просвещения, было решено, что мы запускаем курсы для преподавателей английского языка. То есть очень узкая целевая аудитория. Как вы видите из моего названия, курсы мы в итоге запустили. Курсы мы запустили асинхронные. И хотелось бы рассказать вам о гипотезах, которые мы предложили отделу маркетинга в конце 2019 года. Как вы видите, гипотез здесь три. Конечно, их было больше, в том числе очень интересно, каким образом мы определяли ценно образование для курсов. Но, тем не менее, если мы будем говорить про преподавателей английского языка, то первой нашей гипотезой был активный рост сектора дошкольного образования по английскому языку. И забегая вперед, скажу, что эта гипотеза оправдалась. Поскольку 2019 год – это тот год, когда мы еще говорили об обязательном ОГЭ и ЕГЭ по английскому языку, вторая гипотеза была о том, что курсы повышения квалификации, которые готовили бы преподаватели к данным экзаменам, они также будут пользоваться популярностью. Несмотря на то, что ЕГЭ по английскому обязательно не стал, эти курсы, тем не менее, пользуются очень большой популярностью. У нас в линейке пять курсов на данную тему. И гипотеза номер три о том, что наличие международного сертификата является не просто конкурентным преимуществом, а непременным требованием при устройстве на работу для преподавателей английского языка. Вообще преподавателей мы делим на следующие сегменты. Это преподаватели, которые работают в государственных и частных школах. Это преподаватели, которые работают частным образом, либо преподаватели, которые работают на так называемых курсах. И вузовские преподаватели. У нас мы выделяем три основных сегмента. Если посмотреть на HeadHunter, самый, я думаю, большой агрегатор вакансий, даже сегодня, если мы ищем работу преподавателями английского языка, то будет очень большое количество требований к определенным дипломам либо сертификатам по английскому языку. Тем не менее, забегая вперед, скажу, что это та гипотеза, которая не оправдалась и не оказалась рабочей. Итак, таким образом была протестирована заинтересованность к тематикам курсов повышения квалификации. Была определена форма реализации программы. Понимаете, она была выбрана дистанционная. И немножко мы с вами поговорим про факторы, которые определяют спрос на программы повышения квалификации. Как вы видите, в опросе приняло участие 433 человека. На самом деле, это минимальное количество, когда мы можем говорить о какой-то существенной презентативной выборке в рамках маркетинга. И формой, да, либо методикой было онлайн-анкетирование и анкета на самозаполнение, да, то есть открытые и закрытые вопросы. И вопрос у меня к вам будет. Как вы думаете, какое количество у нас преподавателей, учителей английского языка в России? 16 тысяч в России. Окей. 100. Окей, ну, циферки, да, вот у нас 16 тысяч, может быть, 100 тысяч. Здесь мы с вами говорим о 18-19 учебных годах. Так, как вы видите, циферка у нас куда больше, да? Я прошу прощения, это 1 миллион 67 тысяч 151 человек, да? Это и того у нас учителей. Жаль, я промолчал. Я хотел сказать миллион, но думал, что меня заклюют. Среди них преподаватели английского языка, да, вот конкретно 100 тысяч 270 человек, да? Учителя начальных классов 311 тысяч. И здесь вы можете посмотреть средний годовой темп роста по различным регионам. Данные эти статистика Министерства просвещения за 2019 год. Ну, то есть достаточно у нас большой рынок. Не громадный, да, но достаточно большой рынок. Ой, я прошу прощения, да, у меня, видимо, не очень скопировалось. Я уточню, какая-то республика. Но очень интересно, что в Челябинске и Челябинской области у нас по России самый высокий уровень владения английским языком. В 2019 году РБК проводил исследование по частным языковым школам. У нас, в принципе, из взрослых английским языком владеют 22%. Причем, как проводился этот опрос? Да, опрос проводился условно. Вы владеете английским языком? Да, владею. Вы не владеете? Нет, не владею. Ну, вот так вот, да. Я владею на уровне начальной, неначальной и так далее. Ну, в общем, 22%. И в Челябинске проводилась в последние годы очень большая активная политика. У них там самый высокий уровень владения английским языком по России. Любопытный факт. Что касается дошкольников и младших школьников. Вы видите, да, что 68% теоретически заинтересованы в обучении методики преподавания дошкольникам либо младшим школьникам. В рамках нашей компании у нас есть отдельный курс методика обучения дошкольников и методика обучения в младшей школе. Вот методика обучения в младшей школе у нас на втором месте популярности, а методика обучения дошкольников на самом последнем, да, 13-м месте. То есть можем видеть интерес к Янг-Леннерам. Тоже очень интересные, на мой взгляд, цифры, прошлый и будущий опыт прохождения курсов повышения квалификации либо переквалификации, да, говоря про формы обучения. Мы видим, что 29% у нас выбирают дистанционную форму, да, и асинхронную, и 28% дистанционную, синхронную. Ну, соответственно, также 28% мощно дистанционную. Почему мы выбрали асинхронную дистанционную форму? Просто потому, что она наиболее удобная в реализации, наиболее простая в реализации. И, наверное, самый частый запрос, который мы получаем от наших потенциальных слушателей, это можно ли проходить курсы в свободное время, есть ли какая-то индивидуальная траектория, нужно ли четко придерживаться траектории и так далее. Что касается продолжительности обучения, мы реализуем программы 36 часов и 72 часа, да, и, как вы видите, опирались мы на предпочтение коллег. При этом, если мы посмотрим справа, да, внизу, в правый нижний угол, интенсивность обучения у нас желательная, один раз в неделю, 44 часа. Поэтому курсы 36 часов, мы даем на их прохождение 2 календарных месяца, 72 часа 3 календарных месяца. Таким образом, чтобы повышать проходимость, и у нас по результатам самообследования за конец 2020-2021 год, 98,1% людей прошли курс полностью, получили удостоверение о повышении квалификации соответственно. Тоже очень интересная информация, почему, собственно, люди идут повышать, почему преподаватели английского языка идут повышать квалификацию. И любопытно, да, что 69% они испытывают необходимость постоянно поддерживать существующий уровень владения и преподавания английского языка. Сегодня была фраза, да, вот у меня уровень C1, и поэтому мне нужно постоянно что-то для него делать. Следовательно, часть курсов мы читаем и предлагаем на английском языке, да. Ну, необходимость повышения квалификации, так сказать, по закону, либо для прохождения аттестации тоже достаточно высокий процент. И говоря о том, почему моя гипотеза номер 3 о получении международного образовательного сертификата не реализовалась, то есть, видите, только 4% заинтересованы в получении данных сертификатов. Что, говоря о критериях выбора образовательной организации или образовательной программы, мы здесь можем видеть, что наибольший интерес представляют предлагаемые образовательные программы, да, потом у нас преподаватели, государственная аккредитация, да, положительные отзывы знакомых или коллег, известность, да, форма обучения, отзывы выпускников и возраст образовательной организации. Говоря о стоимости, тоже, наверное, будет достаточно интересная информация. Темно-синеньким у нас выбор администрации, а светло-голубеньким – это самостоятельный выбор. Так вот, стоимость для администрации, да, когда у нас компания отправляет, ну, какая-то образовательная организация отправляет нам на обучение, является, ну, стопроцентным фактором. Для слушателей при осуществлении самостоятельного выбора – 76%. Да, далее у нас удостоверение установленного государственным образцам, да, содержание курса программы подготовки, в ГОС, продолжительность, дистанционная форма обучения, график обучения и так далее. А, Евгения, по компактнее можно немножко? Спасибо. Я вот уже перешла к последнему слайду. Итак, к чему же привели все вот эти вот вышепоказанные гипотезы, да, потому что с марта 2020 года в нашей компании есть лицензия на ведение образовательной деятельности. Мы реализуем программы, которые указаны на слайде, длительность их 36,72 академических часа, да, соответственно, выдаем удостоверение о повышении квалификации установленного образца и вносим сведения о выданных удостоверениях в систему ФИС ФРДО. Программа обучения у нас заочная, с применением дистанционных технологий. Мы используем вебинар и ВИСТАДИ, очень удобную для нас площадку. И, как я уже говорила, программы читаются на русском и английском языках. Говоря о контингенте, хотелось бы еще коротко сказать, вы можете видеть, да, что программы разделены по сегментам для преподавателей начальной школы, для, так скажем, средней и старшей школы, для вузовских преподавателей. Так вот, у нас учителя государственных общеобразовательных школ это 34,8%, преподаватели дополнительных образовательных организаций 22,3% и высших учебных заведений это 16,4%. Прирост по сравнению с 2020 годом 53,61%. Спасибо большое за внимание. Спасибо. Спасибо. Какие будут вопросы? Пожалуйста. Я замечу, что нас параллельно смотрят еще примерно столько же, даже больше людей по трансляции в Ютьюбе, но они пока не торопятся задавать вопросы. Если бы задавали, я бы их озвучил. Да, пожалуйста. Кристина Великоцкая, преподаватель по английскому. У меня такой вопрос. Кто составляет эти программы преподавателей? Есть ли у вас какой-то штат постоянный, который и составляет, и потом осуществляет эти программы? Потому что все-таки специфика отличается. Для школьников, скажем, мы его приедем. Я являюсь руководителем учебно-методического управления, мы так называемся, или академический отдел, или методический отдел. У нас 4 человека. Соответственно, на начальном этапе мы составляли программы самостоятельные. У нас есть у каждой своя специализация. В прошлом году мы начали приглашать так называемых сторонних авторов, специалистов в своей теме. Например, пятая, шестая тема в связи с изменением в ЕГЭ, сделала для нас чудесная наша коллега. И 11 и 12 темы сделали для нас преподаватели из Ранхикс. Вот они сейчас прошли свой первый запуск. И любопытно, что они примерно на одинаковом уровне интереса. То есть коучинг. Я и сама являюсь начинающим коучингом. Коучинг считают чудесной технологией в образовании. Мы можем увидеть, что коучинговые технологии и обучение говорения на английском языке, они представляют одинаковый интерес среди слушателей. И вообще обучение говорению на английском языке самая популярная программа. У нас, соответственно, мы и пед-дизайнеры, и методисты, и эксперты и совмещаем в себе все роли. Спасибо. Так, и последний вопрос. Нет, вы в микрофон, пожалуйста. Обскажите, пожалуйста, а ваши курсы каким-нибудь образом связаны с институтом стратегического развития, который сейчас диктует новые правила игры для всех преподавателей иностранного языка? Каким сказать, немножко растерялась, мы проходим, как и положено, московскую экспертизу, проходим региональную экспертизу. Наши курсы прошли профессиональную экспертизу, соответственно, рекомендованы экспертами. А что касается той организации, о которой вы упоминали? Просто институт стратегического образования сейчас в сентябре диктует новые правила игры для всех преподавателей иностранного языка. И пишет программу, по которым преподаватели вынуждены будут работать. Отсюда просто вопрос возникает, как-то вы отвечаете на эти вопросы? Ведь ни одна программа, написанная институтом, не отвечает требованиям, я сказала, современных технологий, учебников, которые сейчас идут по стандартам. Ну, несомненно, вот новый ВГОС же, да, у нас ВГОС и ООО. Соответственно, у нас стартует новая программа, видимо, ее здесь стартует в ближайшее время, про метод проектов по новому ВГОСу. Соответственно, дошкольники, ну вот дошкольники нет, младшая школа, она переписана с учетом нового ВГОСа. Все курсы, касаемые ЕГЭ, как только была выпущена перспективная модель, соответственно, сразу же они были заменены. То есть мы следим за всеми нововведениями и быстро принимаем, соответственно, изменения, поскольку имеем такую возможность. Спасибо.